всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня вот такие вот ручки эти ручки работают постоянно в перчатках поэтому вот так вот они выглядят не очень я бы сказала вот тут у нас ноготочек сломан прям под крышок но слава богу не в мясо причем девочки эти ноготки маникюр не видели всего месяц и вот в таком вот состоянии но перчатки убивают конечно все это дело ну а мы будем приводить их в порядок беру пилочку и начинаю подпиливать свободный край придавая форму правда форма здесь у нас получится только одна круглая и под самый корень также здесь очень очень сухая кутикула и в некоторых местах она прям потрескалась полопалась теперь берем пушер и отодвигаем аккуратненько кутикулу подталкивающими такими движениями аккуратненько чтобы не поранить ручки клиента теперь взяла фрезу с красной насечкой кстати говоря я очень сглупила что взяла фрезу с красной насечкой потому что кутикула очень сухая и здесь подошла бы и синяя насечка прекрасно и вычищаем обе стороны аккуратненько не спеша но и тут конечно я вам покажу свой косяк вы поймете чуть позже что за косячок кончиком фрезы вычищаю под кутикульное царство наше и пузиком прохожусь по кути по боковым валиком чтобы убрать сухость и всякие вот эти торчащие наши заусенчики также работаю и с обратной стороной вообще в планах у нас было сделать просто маникюр просто почистить кутикулу подровнять ноготочки чтобы был хороший красивый вид но и в конце конечно же я предложила по-быстрому прям покрытие такой хотя бы легкий дизайн ну чтобы был вид у ноготков еще лучше поэтому будет не запланирована еще и дизайн ногтей с покрытием но без выравнивания он прям у нас по-быстрому по-быстрому моего решили сделать да и время было очень поздно когда я его делала ну и как бы возни очень долго было с маникюром теперь это же фрезой я приподнимаю кутикулу чтобы был у нас хороший срез все 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 приподнимаю до девочки провозилась я с этим маником конечно долго и тут прям вот там настолько сухая кутикула что я немного косякнула косякнула в том что начала обрезать вот о чем я и хотела вам сказать начала обрезать кутикулу кусачками да и не увлажнила ее и сейчас вы увидите крошку правда ее там немного но все же я решила потом в общем девочки увлажнила я кутикулу водичкой немножечко побрызгала она мне хорошо смягчила и вторую ручку я уже сделала без всяких косяков и порезов вот именно на этом пальчике сейчас будет немножечко кровушки но я скрывать от вас не хочу вот получилось вот так вот ну с кем не бывает я думаю что ни у кого всегда идеально не получается поэтому я от вас решила не скрывать да сдать вот свои какие-то там у косички я просто возьму сейчас капроменчику капнул на вот эту вот ранку и у меня остановится кровь и все у меня будет прекрасно и я продолжу работу и в конце вы увидите что там даже и не видно что там крошка какая-то была а капромен очень хорошо останавливает кровь у кого нету и кто не знает обязательно приобретите очень хорошее средство далее переходим я пилочкой приподнимаю чешуйки ноготка убираю всю глянцевую тву блин всю глянцевую весь глянец ноготка кстати на заднем плане можно слышать моего ребенка вот так что не судите строго за такой видос но деваться некуда видео хочется выпустить также приглашаю вас к себе в инстаграмчик там я выкладываю различные мастер-классы какие-то сложные работы кстати там есть у меня недавно выкладывала мастер-класс для хэллоуина можете перейти посмотреть вдруг кому-то понравится будет для кого-то актуально также девочки приглашаю вас в группу вконтакте ребенок у меня развлекается на группу вконтакте там я делюсь ссылочками на недорогие товары здесь я уже работаю шариком с красной насечкой шлифую кутикулку чтобы где-где не торчали всякие кусочки кожицы и пилочка прошлась по пальчикам там где у нас прям очень сильно высох много пальчик а в общем девочки вы бы не подняли мне сейчас очень сложно записывать такие видосы особенно их озвучивать потому что кто не знает я в положении и сейчас такое время когда у тебя вот это вот задышка поэтому за это тоже меня не судите ну в общем как то так и постоянно вот это дыхание вам в этот видосе я думаю не очень нравится но осталось совсем немножко и скоро все наладится все будет так же как и всегда ну а этим временем я прохожусь шлифовщиком шлифую также подушечки пальчики убираю вот эту шуршавость в общем прохожусь конкретно по ноготкам и по пальчикам убираю сухость я и шариком проходила сухость убирала вы мне скажете о это и тут сухость убираешь и так сухость убираешь до сухости очень много поэтому работаю как только можно нельзя вот теперь вход идет водичка посмотрите кстати вот где был порез к променчик как справился и вообще все у нас идеальные даже почти и незаметно что там был какой-то порез а покрытие девочки у нас будет самое обычное правда там будет на двух ноготках дизайн но он будет самый простой повторюсь потому что было очень поздно и нужно было просто привести ручки в порядок но я думаю после того что было и что сейчас допустим мы видим на экране это вообще просто небо и земля очень красиво и вообще можно даже было и так оставить но нет нас понесло я обезжирила ноготки нанесла праймер бескислотную меня вот формула профи и наношу базу вот эта база она немножечко такая знаете густоватая и спустя время знаете я поняла то что база от секрет нейлс космопрофи она пузырится очень сильно именно вот топ топ очень пузырится поэтому база вот мне нравится она густенько хорошенько а вот топ не очень хотя он тоже густой но не очень он пузырится постоянно не очень мне нравится берем гель-лак иванейлс очень красивый такой нежно нежно такой чуть ли не прозрачный полупрозрачный розовенький такой цвет то есть смотрите он даже в принципе как бы не никак не не отличается до натурального то есть особо в глаза и не бросается и вроде и покрытие и вроде все аккуратненько и шикарненько так пытаюсь тут что-то выровнять но все равно выравнивание у нас не особо получилось ну как бы я его особо и не делала вот но но топом я все равно немножечко подровняла это дело теперь беру палитру и наношу на палитру синий белый блестящий цвет ну я думаю вы поняли да что уже будет это будет текстурка такая красивенькая дизайн у нас получился нежненький досмотрите до конца напишите ваши комментарии по поводу дизайна по поводу того что я не стала выравнивать как вы к этому относитесь ну то есть как бы и вообще мы даже не укрепляли не выравнивали у меня клиентка просто ходит с гель-лак и все до сих пор держится слава богу потому что опять же перчатки все у нас сейчас портят беру кисточку для градиента аккуратненько наношу ее на точнее набирают это вот нашу текстурку и переношу все на ноготок вот таким вот образом девочки повторюсь время было очень поздно поэтому мы так вот сделали она красиво можно было бы конечно довести до там до прям вообще идеала идеала но это ручки моей мамы поэтому мы решили немножко схалтурить в общем в общем получилось все равно хорошо спросите меня за мои ноготки да девочки я поняла вы мне писали что мне уже смотрятся они ужасно и я знаю что они смотрятся ужасно меня не уже бесят но времени у меня все никак нету дела дела и постоянно спать хочется вот поэтому и обязательно переделаю и будут сразу скажу стразы блестки и покажу вам если вы конечно хотите это все сниму на видео и запишу вам ну в общем тогда запишу вам видео и покажу что я сделала себе на ноготках а тут текстурку я довожу немножечко белой красочкой до идеала перекрываю базы чтобы немножечко сравнять далее перекрываю все топом без липкого слоя можно глянцевым топом я перекрыла можно перекрыть также матовым но в общем то результат меня порадовал кстати вот этот топ от поле очень мне нравится он жидкий но очень очень в общем хорошо ложится и в носке он мне очень понравился в общем девочки ловите результат вот такая вот красота получилась я думаю что я вообще шикарно справилась своей задачи посмотрите на тот ноготок где у нас была кровь даже я бы не сказала что там какой-то был порез в общем вот такая вот красота я думаю что разница вообще просто идеальная большая потому что получилось очень очень здорово